Приветствую вас. На мой взгляд, в вашей проблеме есть ряд аспектов, которые нужно подчеркнуть. Дело в том, что имеет место быть у вас некая такая вот установка, что я не хочу, я отвергаю, по сути, все предложения, то есть, лечения, у меня ничего нет. Другая работа, как бы менее опасная для вас, тоже не вариант. А, значит, какой-то выход из ситуации тоже как-то вот вами не рассматриваются. Ваш начальный вопрос, почему моя жизнь всегда неудачно складывается, это вопрос скорее риторический. Именно вопрос к психологу, то есть, специалисту по психологической практике, вы не задаете, кроме риторического вопроса, почему ваша жизнь неудачно складывается. Вы знаете, если отвечать на этот вопрос, почему ваша жизнь неудачно складывается, вот именно буквально отвечать на этот вопрос, то ответ на него будет такой. Значит, ваша жизнь неудачно складывается, потому что есть определенные деструктивные модели поведения, которые, ну, которые, собственно, приводят к негативному результату для вас. какие-то негативные модели поведения, какие-то негативные установки, этим нужно разбираться. и я хотел бы, на самом деле, сделать следующее. Вот прямо пройдусь по вашему тексту сейчас. Значит, с детства для меня было важно считаться профпланным, так как я хорошо рисовал. Давайте сразу скажем так. Что такое рисование? Рисование – это творчество. А что такое творческая задача? Это негаронсированная вам задача, результат, который не является предсказуемым. Предсказуемый и, собственно говоря, результат этой задачи, результат деятельности по выполнению этой задачи нельзя предугадать, нельзя предсказать, ну, условно говоря, предопределить. Это невозможно. Что делаете вы? Вы – в своей деятельности. Вы говорите, с детства для меня было важно реализоваться профпланным. Вот знаете, я вам сейчас говорю с позиции когнитивного психолога. Вот именно с позиции когнитивной психологии реализоваться мощством, планировать реализоваться мощством только в, знаете, своего рода технических профессиях. В тех профессиях, где важно именно механическое, репродуктивное, то есть типовое поведение для решения поставленных задач. В творчестве, если вы занимаетесь творчеством, нет планирования. А в творчестве, если вы занимаетесь именно творчеством, нету каких-либо четких ожиданий, каких-либо четких представлений, четких прямо каких-то сроков и так далее, в творчестве вам ничто не гарантировано. И ваша главная ошибка пока, на мой взгляд, заключается в том, ваша главная ошибка заключается в том, что вы изначально поставили себе цель стать успешным, а вот успешным вы хотите стать, именно, к сожалению, через творческую стезю, через творческую задачу. а нельзя творчеством зарабатывать много денег, объективно много денег, нельзя зарабатывать творчеством, если вы, если вы сами, ну, своего рода, подвергаете это типовому моменту, то есть репродуктивному моменту, ну, если вы понимаете, о чем идет речь, то есть вы хотите стать успешным, это прекрасно, это хорошо, это замечательно, но станции успешны без творчества. Для того, чтобы реализоваться в творческом процессе, для того, чтобы реализоваться на творческом поприще, нужна, простите, непринужденность, свобода и ненацеленность на результат. А у вас, простите, есть попребность, и попребность довольно острая в том, чтобы получать деньги, потому что деньги вам нужны, по причине, опять-таки, того, что вам нужно и на лекарства, да, вам нужно и там еще на какие-то вещи, потому что вас очень вас не содействуют, никак вам не помогают. То есть, понимаете, вы пытаетесь совместить то, что в принципе несовместимо. И отсюда все ваши проблемы, по крайней мере, в части из них. Это то, что я хотел сказать по поводу того, что вы мечтали, ну, с детства мечтали оправ реализации. Вы думаете, вот, что художники все, там, кто-то еще, они все как-то вот, ну, планировали стать успешными, великими, знаменитыми художниками? Конечно, нет. Потому что это творчество. А если это творчество ремесленное, то есть, поставленное на конвейер, то оно не будет приносить доходы достаточно. Это, наверное, первый вариант, первый момент, который я вам хотел сказать. Дальше. Вы, значит, меня печатали в журналах в разных городах напрямую решила свидетельствовать с искусством. Когда мне было восемь, моя мама вышла домой за жестокого тирана, и мы переехали в Манский город. Вот тут тот же момент. Далее вы пишите, что очень постоянно попрекал меня ледой и внимательно одежда, что у меня для существования. Хотя я была неизбалованным ребенком и ничего вообще не бросила. Здесь момент следующий. Ваша мама выбрала себе в мужчины кого? Человека, который тиранил. тиранил наверное ее и тиранил вас. То есть то, что тиранил вас это однозначно, то, что тиранил ее пока непонятно. Вот. Что произошло? Ваша мама по какой-то причине терпела и вообще-то говоря мирилась с тем, что делал ее новый муж. Ваш отчин. Она мирилась с этим, она ничего не делала с этим, она не пыталась вас защитить. Казалось бы, ну, мама, которая любит своего ребенка, которая хочет для него добра, ну, она не была как-то защитить. Она не защитила. Лучше может быть сопривычная модель поведения вам такая вот спассивная, такая вот терпимая, такая вот знаете, так, принимающая, если угодно, вот такое слово, да, можно сказать. Она передалась от счастья и вам. Я, безусловно, не хочу говорить об этом на 100%. То есть, 100% уверенности в том, что это так, у меня нет. Скажу вам честно и откровенно. Почему? Просто потому, что вы отношения с родителями вообще не раскрываете. То есть, в частности, вы не видите, как вы общались и общаетесь в спорте с твоей мамой. Но, тем не менее, модель поведения женского по отношению к мужчине у вас была искажена. Также вы не пишете про своего отца. Что с ним случилось и почему, например, его не было с вами, почему его нет, вообще не фигурирует он в вашем письме. Что с ним произошло? Как повлияло на вас то, что его нет, потому что в 8 лет достаточно большой возраст, для ребенка уже понимаешь, где мама, где папа, что случилось с папой и так далее. Очень важно, чтобы вы для себя это понимали. Далее. Я тогда задавалась идеей разбогатеть. Да, кстати, обиды на отчима и обиды на маму вполне могут сказать, вам было плохо с отчимом? Вам было плохо, наверное, с мамой? Вам эти люди не помогали. То есть они мама смотрела, как вы мучаетесь, очень, соответственно, вас мучил. У вас нет примеров того, как люди находят выход из, казалось бы, замкнутой ситуации. И вполне вероятно, что вот эта модель это ощущение, ощущение, что вы постоянно загнанный в угол вас преследовали до сих пор. Соответственно, само отношение к тому, что у вас нет выхода, нужно менять. Я вам скажу сразу, чтобы не забыть, что выход по гестальцу в терапии можно находить как. Вот. Есть фигур. Это центральное. То, на чем вы заоставите свое внимание. Есть фон. Это все остальное. Следует представить себе ситуацию окружающую реальность без фигуры. Только лишь фон. И решение само придет. Другое дело, устроить для одного, другое дело, примете ли вы его, это уже деталь. Но, тем не менее. С 14 начала подрабатывать, когда училась, подработку старалась найти по специальности. Учила тогда была с идеей разбогатеть, защитивалась биографиями успешных женщин. Это здорово, что вы задали с идеей разбогатеть. Но не творчеством, как я уже сказал, творчеством разбогатеть нельзя. С 14 начинали подрабатывать, когда училась, подработку стала платить специальности, постоянно обманывали в плане денег. Очень интересный момент, почему вас обманывали, а как вы себя ставили, как вы себя позиционировали, что вас обманывали. Если это подработка, то условия там неофициальные, потому что нельзя несовершеннолетних брать на работу. Если это подработка, то оплата фиксированная строго за труд. Почему вы позиционировали себя так, что вас можно было обмануть, непонятно. То есть вы как бы жалуетесь, вы говорите, что меня постоянно обманывали, но в действительности вы так себя ставили. И нужно понять, почему вы так себя позиционируют, что вы позволяли себя обмануть. Далее. Значит, приходилось брать из кассы, приходилось просто брать из кассы и уходить. Для вас это безусловно такое, знаете, тормирующее событие, когда вы просто приходите и берете из кассы. То есть вам приходилось прямо выливать все свое вот знаете, прям тактями, да, вот шилой приходилось выливать все свое. И естественно, эта привычка она не могла не сохраниться у вас. То есть просто вот в вашем сознании и подсознании уже наверное дело, что просто так легко он уже не дает особенно то, что вы хотите. И деятельность свою вы устраиваете по такому же принципу. То есть вы подчиняете деятельность свою идее о том, что просто легко ничего не дает. А это не так. В действительности можно легко получать результат. Нужно легко получать результат. И легко здесь это без вреда себе. А вы получается постоянно себе вредили, наступали на себя, действовали себе в ущербе. И здесь я поделюсь согласен с экспертом Лидии в том, что вы себя немного обесценили. Это не есть все хорошо. Далее. В 17 начинал встречаться с парнем. В 18 мы поругались. Он стал рассказывать всем моим родственникам, что вы девочка легкого поведения. Почему поругались? Что заставило вас поругаться с ним? Какова была причина ссоры? Мне очень понятно. вы год встречались с мужчиной, с ним не переспали. Точно вот не очень этот момент ясно. Ведь нужно, это определенно вас травмировало. Это стало продолжением негативного опыта взаимодействия с Сочи. Опять же, не ясно причины и мотивы, по которым это все произошло. Почему мужчина, например, стал рассказывать всем вашим родственникам об этом? какое ему дело до этого? Какое дело родственникам до того, что про вас рассказывает обиденный мужчина? Значит, мои жалобы ему на отчима он ему тоже довел до сведения. Ага, то есть мужчина вас предал. Вы выбрали такого мужчину, видимо, которого чересчур сильно вложились. То есть значение мужчины для себя у вас было очень большое. Вы воспринимали его не только как мужчина, но и как отца, как друга. И мужчине чувствовал большую ответственность, скорее всего, не выдержал. И вот отсюда такое реакционное поведение. Я хотела подпрыгнуть в крылья. Мама однако мне верила и не хотел заправить ее и бабочку. Я решил дальше бороться с судьбой. Вот интересно вы пишите. Мама однако мне верила. Кстати, вначале я прочитал, что она вам не верила. Ладно. Ну, на самом деле, я недалеко мне кажется от правды, потому что верила нам. Хорошо, а только от того, что она вам исчезла. ничего не делает, чтобы вам защитить. Она ничего не делает, чтобы вам помочь. Она ничего не делает, чтобы мужчина исчез из вашей жизни, хотя видела, насколько вам плохо и как это происходит. И в эту веру лучше бы не верила. Серьезно. То есть непонятно, почему для вас вера вашей мамы, как вы сами для себя объясняете ее веру, почему вам не хотелось в хорошем смысле, не в смысле самоубийства, а в хорошем смысле как оставлять себе бабочку, которые вместе, вдвоем не могли лишить вас от мужчины. Вы решили дальше бороться судьбой. Бороться. Вся жизнь это борьба, по вашему мнению. Ну вот тоже не совсем адекватное представление о том, как вообще выстраивать свою жизнь. Привыкли бороться, а потом если однажды бороться станет нищим, вы можете потерять смысл в своей жизни, потому что спокойно жить вы просто не сможете. В один момент работы не было, значит, я работал на рынке, где я работал в страшный цифрит. Ну я не врач, что такое цистит не очень хорошо знаю, но тем не менее вы об этом пишите, понятно, вы заболели. Далее вы там по тексту неоднократно говорите, что у вас что-то непонятное, то есть воспаление что-то по гинекологии воспаление есть, и брать его не могут. Как-то как это точно как-то странно. Не могут убрать воспаление, хотя если это воспаление, то его можно снять. Не могут сделать соответствующую рентгенную цистику, точно понятно. Такое впечатление, что вас водят за ночь, или вы сами позволяете себя водить за ночь. Как-то вы неправильно себя профессионировать, вы ходили в платную клинику, вы смотрели, обзванивали специалистов, именно обзванивали, ходили на консультацию, узнавали, как это все работает. Вы много говорите о том, что вы очень много ходите по вражам и все лекарства ходят на таблетки. Вы понимаете, что вы своими деньгами кормите врачей и собственно системы, государственный аппарат и Министерство здравоохранения. Я, конечно, не знаю всех добротностей, но мне кажется, что вот это в вашей подстоянии ходите по всем врачам, и никто не может вам помочь. Это даже говоря, странно. Расширьте географию поиска, накопите денег, съедите в другую страну, на обследование сам. Да, я понимаю, что денег у вас нет, все уходят на таблетки, но опять же, тут нужно разбираться, а можете ли вы быть без таблеток, какие у вас боли, можете ли вы это потерпеть, или нет. Я не врач, но я думаю, что подход нужно менять, потому что вы уходите по кругу. вы уходите по кругу, и все деньг у вас уходят на лекарство, которое лишь только сдерживает заболевание. Это опять-таки создает ощущение за загнувши в угол. То есть все повторяем, повторяем все. И как бы там что ни говорилось, все бы вы ни говорили, вы сами загнаете себя в этот угол, это нужно понимать. Я не могу работать, иначе не работать, иначе нечем будет обладать от лечения. Так, вы пишите, что вы работали на автолочку, открылись все с точки четыре года, вы очень много работали, хотя я заключил договор, доход очень маленький, так как специально государство, если работают на кого-то дополнительно, то постоянно обманывают и сокращают. Откуда вот это утверждение, кто обманывает, кто сокращает? Там есть договор, договоры четко прописаны на обязанности, в случае обмана вы обращаетесь в настоящие инстанции, у вас был опыт работы на дядю, как вы говорите, если работают на кого-то, что вы говорите, что вас обманывают, или вы переносите свой опыт работы подростком на уже взрослый опыт, если честно, не очень понятно, откуда вы берете вот это обманывают и сокращают. Какой смысл обманывать ценного сотрудника? Ладно, когда вы были подростком, это понятно, на подростка никто не рассчитывает, но вы сейчас уже подросток, у вас сейчас есть удалой стаж, и кто вас будет обманывать, если вы действительно ценный специалист, ну, как бы, менеджеры и начальники, они же не идиоты, они же понимают, что именно ценный кадр, то есть в этот момент нужно разбираться отдельно, откуда вы взяли, что вас обманывают, сокращают, совершенно непонятно. Пять способствует специалист не нравится, я неплохо в ней, болезнь дает нас бедна прийти, причины найти не могут. Так, про причину, так, я не могу не работать, иначе нечем будет оплачивать лечение. Так, значит, дальше, вот здесь момент, какой, не могу не работать, иначе не будет оплачивать лечение. Вы сумму, какую получаете, все напишите, подумайте, как ее получить другим путем, менее заплатным для вас, чтобы время меньше уходило. Потому что, то, что вы делаете сейчас, это все на износ. То есть, на износ. Никакой пользы, ничего вам не будет. Так, пока вы привязаны к этому месту работы, вы так и будете работать на лекарствах. Вам нужно отмечать оторваться, работать без конкретных привязки к месту, и, собственно, посвятить себя лечению. Съездить, например, там, не знаю, в санаторию куда-нибудь, в клинику какую-нибудь, какую-нибудь, там, я имею в виду, я уже говорил, да, в другой стране и так далее. Вот, назад, мне предлагали, предложили продавать на дочке дала легальные не наркотики или что-либо такое. Фад в том, что оказалось, в том, что обновление было нелегально, ага, попадая под статью мошенничества, если что-то скроется. Фирма в данный момент предлагает договор о хороший доход, если я буду легально выполнять план, то, может, наконец, норму будете получать с другой стороны, даже меня могут обменить в неправильном обновлении. Там дальше вы пишете про оформление много, я могу сказать, что если договор был принят, вот, если закон был принят до того, как вы оформили, что у закона нет обратной силы. То есть, вас никто не обменит мошенничество, если вы оформили договор до принятия закона. А если после принятия, то, ну, это ответственность фирмы правильно оформит. То есть, я не понимаю, не очень понимаю, вы пишете, оказалось, мне оказалось, что оформление было нелегально. кем оформление было нелегально? Фирмы? Так пусть фирма и переоформляет. Пусть фирма нанимает юристов. Пусть фирма действует правильно, конкретно и законно. Это ее ответственность. почему вы собственно в этом должны участвовать, если фирма, не знал. Не очень на этот момент мне понятно, мне при честности тоже. С оформлением, кто оформление делал неправильно, почему нелегально, почему вы попадаете под статью мошенничества, если оформление было сделано фирмой, не очень понятно. За оформление нечет ответственная фирма, о которой никому они должны не знать, что там происходит и как. Если вы потом скажете, что вы не знали и, например, будете готовы разместить ущерб в рамках по сумме своего оклада или как в написанном договоре по ответственности. То есть какую ответственность несет сотрудник там это все прописывается и почему вы так к этому относитесь я, если честно, тоже понять не могу. Далее, в общем, уехать не могу, потому что братьзану в следующем году. Кто мешает вам подождать с замужем, особенно если у вас обозрение, вы говорите, что из-за болезни у вас нету интимной жизни и, соответственно, там уехать не могу, вам тратить не стоит, зачем вы почему вы не отдаете предпочтение лечению, а собираете замуж, зачем, если вы выйдете замуж, погнали, и у вас все развалится. Тоже непонятно, непонятно, зачем вы этого хотите. Непонятно, как у вас образуются приоритеты. Они у вас неверно расставлены. Вы говорите, уехать не могу, потому что собирают замуж, но в принципе если не вылечить, думаю, нам не быть вместе. Так, может быть, лучше вылечиться и уехать, а замуж выйти потом. Это прямо вот бросается в голосах, а вот это противоречие. Далее, вам кажется, что у вас расстройство, я повторяю, одни и те же действия и мысли, чтобы не стало еще хуже. какие одни и те же действия, какие мысли и чтобы не стало хуже в чем. Тоже не очень понятно. В чем не стало вам хуже. В чем именно. Если вы от болезни себя защищаете, то это нормально. Если у вас расстройство надо обратиться к психиатру или к психотерапевту, чтобы он вам диагностировал как бы это расстройство и наплачивал соответствующие препараты. Но я думаю, что без диагноза нельзя ставить себе какой-то, саму себе ставить диагноз. Откуда вы взяли, что у вас именно это расстройство? В интернете я почитал информацию, так там много чего пишут, и очень много симптомов пройдут под много описаний и что. Мне кажется, вы здесь зря себя накручиваете. Далее. Я работаю по специальности по той, которой я шла с 6 лет, которую люблю, в другом не вижу себя и так почти-то бесплатно работаю, все деньги уходят на таблетки от болезни, а теперь я не знаю, что делать с этой маленькой проблемой статьи о законе, о котором я вам не знал. Ну, есть вот чисто по поводу того, что я вам говорил о творчестве. То есть вот один в один. Вы работаете по специальности, когда с менее 6 лет. Вам сейчас денежная профессия не знал, а не по специальности. И вы можете не видеть себя в чем по-другому, но вам необходимо что-то другое, потому что смена деятельности нужна для того, чтобы вам вылечиться. Если вы не смените деятельность, то вы рискуете потерять все. Поэтому постарайтесь приготовить себя к тому, чтобы расширять кругозор своего рабочего, своей рабочей сферы. Далее, к сожалению, в моей главной проблеме на данный момент касаемо здоровья и я прошла всех специалистов. Сталя, вы перечисляете все, что касается вашей болезни. Я вам могу только одно сказать. Если ваша главная проблема это болезнь, то почему вы ображаетесь психологом? Почему вы не написали в раздел медицины? Да, вы все про болезнь написали, вы вам дали консультацию. Кстати говоря, люди там довольно грамотные в медицине. А могут помочь могут. Ну, а что касается законной юридической, она обращается как будет проблема. А, мол, как ее решить? Я, как ее решить, если ее в данный момент нет. Никто пока не обращается с жалобой. Закон вступил только в этом году. Сама все равно не знала. Так делал с друзьями. В прошлом году был элегант. Я думаю, что закон не имеет обратной силы, и вам никто не угрожает. То есть не имеет закон обратной силы, и если что-то было дозволено в прошлом году, вы это делали, оформление было актуально на тот момент, ну, то, соответственно, это так и остается в силе. Или позволяет переоформить без негативных последствий, потому что у закона по Конституции нет обратной силы. Это как с дипломом. Вы знаете, вот человек получил диплом, да, например, в 2009 году, а в 2012 году ввели новый образец диплом. И что, должен получать новый диплом, только потому, что ввели образец. Нет, он находится своим дипломом образца 10-го года, и он действительный. Так что, вам вот этот момент, касающийся обратной силы законов, надо бы поподробнее изучить. Кто-то здесь что-то темнит, либо вы, либо юрист, либо фирма. И я вот думаю, что, скорее всего, юристы фирма. А вы просто позволяете себя обманывать, на самом деле. Это связано вот с тем, что я говорил. Причина вашего поведения кроется в том, что я вам описал вы же. Ну и в неправильном понимании своей деятельности, в неправильном приложении своей деятельности и так далее. А далее вы еще там писали по поводу того, что так Крабамочка, вы писали, что живете до сих пор с ними, так как ухаживаете за бабочкой. Здесь тоже непонятно, а как вы собираетесь замуж тогда уходить, если вы до сих пор за бабочкой ухаживаете. Ну, противоречия, просто противоречия. И неужели, если мама и бабочка любят вас, они позволяют вам быть привязаны к месту, а не уехать туда, где вам могут помочь вылечиться от этого заболевания. Если честно, это тоже нуждается в пояснении. В общем, я думаю, вам нужно ответить на все эти вопросы, и ответить на все эти вопросы, будет понятно, что же с вами происходит. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, оброчитайтесь в личку, помогу. если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. субтитры подогнал